Ну что, ребятки, доброе утро! Мы находимся сейчас на пароме и отправляемся в Боснию и Герцеговину. Находимся в городе Котор. Здесь очень атмосферно, тоже очень красиво. Чтобы попасть в Боснию и Герцеговину, как нам сказали, нужно обязательно переплыть на пароме. На пароме переплывают очень быстро, поэтому все это прям за считанные минуточки сейчас у нас пройдет. И пока есть время, я специально включаюсь в обложек. Время раннее, экскурсия долгая, надеюсь, она вам понравится. Смотрите, как красиво! Все буду вам тоже показывать поэтапно, как и что у нас тут. Так, ну что, ребятки, мы приехали в Боснию и Герцеговину. Нас привезли к старому городу. Мы в городе Требенье. Очень тут тоже атмосферно, приятный рынок. Смотрите, сколько еды. Можно что-то прикупить местное. Кафешки. Классно, да? Красиво. Отели везде. Так, сейчас куда-то идем поесть или куда? Сейчас надо где-то кофе попить. И у нас всего час здесь, в Требенье. Так симпатично здесь прям. Европа, Европа. Мы сейчас ходили в ресторанчик, позавтракали. Вот, поели блинчики и выпили кофе. В принципе, неплохо. Все вместе обошлось. 6 евро, 2 капучино и 2 порции блинчиков. Сейчас мы ходим по городу. Я жду своего. Сейчас он прибежит. Пошел пакет относить в автобус, если, конечно, он подошел. Хотим зайти в старый город. Здесь такие улочки. Так прикольно вообще. Сейчас погуляем, посмотрим. У нас всего полчаса осталось. Очень мало. Надеюсь, мы что-то посмотрим. Так, ну что, мы входим в старый город. Посмотрим. Думаю, что тут тоже будет атмосферно. Внутри очень красиво должно быть. Как в старой Будве. Ну да, миленько. Еще пока народу мало, хорошо. Можно спокойно прогуляться. Солнышко уже начинает припекать. Люди завтракают. Симпатично. А солнце, наверное, как раз таки на нас. Ну, надеюсь, картинку вы хоть какую-то увидите. Так, мы все здесь же гуляем. Домики жилые. Ну, вы знаете, нет такого, что прям вот... Вау! Будве было, мне кажется, интереснее чуть-чуть. Я здесь тоже миленько. Еще пока все пустое такое. Пойдем вот сюда. Белые домики. Классно вообще, пусто. На улице никого. Пойдем наверх поднимемся. Красота, красота. Музей Герцеговини. Домики. Раскопки. Можно спускаться. О, красные крыши. Красиво. Вот отсюда фоточку можно. Так, ребят, мы взяли магнитики. Я вам потом покажу. Каждый магнитик стоил по евро. У нас получилось 7 магнитиков, 7 евро. Вот, сейчас возвращаемся из старого вышли города. Вот сюда вот, на главную площадь, где нас привезли. У нас еще есть 10 минут. Конечно, времени категорически мало. Ничего не успеваешь посмотреть. Там вот есть красивый парк, но мы в него, походу, не попадаем. Мы не успеем. Еще раз возвращаемся вон к той площади. Сейчас там сделаем фоточки. И пойдем к автобусу. Смотрите, ребят, тут памятник Негашу, а через дорогу дубчик. Дубчик песни, или как там он называется правильно. Это парк. Мы успели сюда только просто добежать. Но, конечно, мы там не погуляем. О, блин, тут магниты дешевые. Тут всего 50 центов. Давай, здесь все купим. Давай, давай, да. Так, ну что, ребят, погуляли мы по Требенье. Симпатичный городочек, но нам показали такую одну самую главную достопримечательность. Это центр. Я не скажу, что прям я в восторге. Конечно, я видела и красивее. Ну, миленько, вот для прогулки вообще здорово. Круто, что нас привезли в такое время, когда здесь народу мало. Потому что, я так представляю, днем здесь просто не сфоткаться нормально. Так, очень миленько, симпатичненько. Прям такая мини Европа. Везде заметила красные крыши. В Черногории тоже. Мне очень нравится. Сразу напоминает Италию. Ну и вообще как-то по-европейски вот эти красные крыши, согласитесь. В общем, сейчас, по идее, мы должны поехать на водопады. Потом мы еще останавливаемся в одном городе. Мастар, если я не ошибаюсь. Там тоже должны остановиться на часочек, походкаться, пообедать вроде как. Оставайтесь со мной, буду вам все показывать. Так, ну что, ребят, мы приехали в заповедник национальный. А-а-а, тут так скользко. Смотрите, как красиво. Слышите звук, шум? Там водопад. Надеюсь, он будет очень красивый. Так уже прохожено, что аж я скольжу в своих досоножках. Так, что тут? Площадка? А-а-а, вон водопадики. О-о-о, как красиво. Как красиво. Класс. Так, тут уже вон что-то дегустация какая-то. А, ну тут все те же самые вина и мед, которые везде, в принципе, предлагают на каждой экскурсии. Вот такой паровозик здесь есть. А-а-а, ну-ка, 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 ну-ка. По-моему, 1 евро. Кого? В пранжире. А-а-а, хорошо. Ребят, жарко, конечно, вообще кошмар. Было бы прохладнее, было бы прекрасно. Температура где-то 32 градуса. Мы не взяли купальники, хотя надо было в этот водопад прям прохладно окунуться, блин. Так, народ завис у меда. Пойду разведаю что-то. А? Красивенько. Ну вот там вот будет точно красивее, где водопад. Красота. Приближаемся уже. Вау. Красивые. Вот такие ступеньки странные. Они как полуступеньки, полуслитые какие-то. Люди загорают. Ох, тут народу. Красиво. Красота. Надо сейчас спуститься к водичке и ножки помочить, да? Кайф. Что? Ух, ребят, жарко невероятно. Просто как жарко. Кошмар. Действительно, если бы я знала, что нам дадут здесь 2 часа. Позор. Нельзя собакам купаться. Так если бы я знала, я бы взяла точно с собой купальники. Хочешь мороженку? Мороженых много разных. Вот, ребят, мы максимально близко к ним подошли. Красивые водопадики. Очень миленькие. Конечно, видела я и круче, но все равно. Очень красивые. И люди купаются, а вода ледяная. Ну что, я надеюсь, меня слышно сейчас, потому что тут очень шумно. Прикольное место, но, не знаю, здесь 2 часа, если только купаться. То есть, если вы сюда приезжаете или поедете, то берите обязательно с собой купальники. Особенно в теплую погоду, вот как сегодня. Очень круто искупаться. Даже не то, что теплую. Сегодня очень жаркая погода. У меня вот эта вот зона, я вам про нее говорила. Постоянно от сильного солнца начинается аллергия. Сегодня началось то же самое. Я сейчас намазала специально защитой 50. Сижу. Более-менее облегчение почувствовала. Хотя все чешется, раздирает. В общем, хочется почесать. Я сижу терплю. Вот, мы сейчас уже пойдем наверх к автобусу. Подают здесь время достаточно для того, чтобы провести, именно вот, прелаксировать. Покупаться, позагорать. Поэтому берите с собой купальники. Мы вот не взяли, я очень пожалела. Как бы уже искупались. Но вода прохладная. Но в такую жару точно зайдете. И сейчас мы должны поехать в город Мостер. Там у нас должен быть обед. Мы заказали обед. Обед стоит 10 евро. Я вам все покажу, что почем. Погуляем, тоже посмотрим на старый мост. Надеюсь, будет интересно, будет красиво. Ребята, мы приехали в город Мостер. Идем сейчас по сторонам города. Очень много народу. Просто капец. Смотрите. Красивенько, прикольно. Много кафешек. Очень такой вот типичная европейская улочка. Смотрите, какая здесь брусчатка. Или как это правильно сказать, ходить неудобно. Такой массаж для ног народу еще больше. На каждом углу какие-то полуразрушенные дома. Вот как вот этот, например. Но этот еще более-менее. Много домов мы сейчас прошли. Я вам потом покажу, где прям вот заброшенные. Без облицовки, без всего. С дырками прям в доме, в стене. Сувениры различные. Тут тоже много всего. Надо тут магнитик купить. Там, видите, крепость впереди. Сейчас мы туда дойдем. Я вам еще поснимаю. Очень много вот такого вот ручного изделия. Вязаний разных, вышиваний. На каждом углу тоже. Крепость красивая. Как тут фоткаться вот, ребят? Как? Я даже не представляю. Очень красиво здесь. Ой, вообще. Очень красиво. Но ходить по этим камушкам, пипец как неудобно. Вот она, вот настоящая Босния. Вот как я ее и представляла. Класс. Так, ребят, ну что, мы сели в ресторанчик. Нам подали вот такой супчик с курочкой. Хлебушек, водичку. Нас тут всех рассадили. Когда принесут гора... Горач. Я уже с акцентом стала говорить. Когда принесут горячее, я вам тоже покажу. Так, смотрите, что нам принесли. Рыбку. Большая, кстати, хорошая рыбка. С картошечкой, с салатчиком свежим. Сейчас еще ждем мое мяско. Так, ну что, принесли мое мяско. Лепешечка. О, смотрите, сколько видов. Тут и колбаска. Разные колбаски. Котлетка, курочка. Приятного аппетита. Ну что, ребят, мы пообедали. Очень-очень вкусно. А сейчас я вам покажу немножко города. Очень-очень красивого. Он прям реально красивый. Как на картинках. Очень такой сувенирный. Много сувениров. Вот этот вид самый классный. Видите, вот он. Вообще прям классный. Да, здесь сейчас обязательно надо сфоткаться. Тут идут бюристы. Очень круто. Здесь надо сделать крутые фоточки. Так, и снова этот красивучий вид. Классный. Домики. Так, нам нужно еще магнитик там где-нибудь купить. Дома какие. Блин, классные. Они вот такие полузаброшенные. Они какие-то атмосферные очень. Кожаные изделия. Сумки. Тут какие-то не выцвевшие, да? Ну, и на сенсу есть. Такие винтажненькие. А вот эти вот уже более такие. Такие мне больше нравятся. Такие штучки какие-то. Молод MM. Нам с тобой какой-нибудь помиди. Какой они домой красивый. А еще, ребята, я хотела сказать, что у них тут своя валюта в Босте. Это цикловение. Комментируемая марка. Все в КМ, но везде, везде во всех этих магазинах принимают евро без проблем. Поэтому менять сюда даже деньги не надо. К сожалению, в таком красивом городке, даже в старом городе, вот каждое второе такое разрушенное здание. Невосстановленное, в ветхом состоянии. Добавляет, конечно, атмосферу, но очень печально. После 99-го года, после вот этой вот войнушки, бомбежки, тут вот, видите, вот такая вот история, к сожалению. Но сам старый город очень красивый. Так, ну что, поднимаемся на мост. Вот этот вот огонь. Скажите же, красиво. Очень красиво. Еще один мост. Посмотрите на этого мужчину. Нам тут рассказали, что мужчины прыгают с этого моста, вот в этих водолазных костюмах. И здесь, ну, очень опасно. Здесь вот эти камни огромные, плюс глубина не такая огромная. Издревле, как бы считается, если мужчина не прыгнул, значит, он не настоящий мужчина. Ну, представляете, вот чем они занимаются. Это капец. А мы тут стоим и наблюдаем. Блин, красота вообще. Так круто. Здесь такой ветер обдувает. Прям кайфово. Блин, красота вообще. Господи, как ему тут не страшно. Так, ну что, в общем, ребят, он так и не прыгнул. Походу, пока ему там денег не запласят, он прыгать и не будет. Ну что, он дурак, что ли бесплатно прыгать? В общем, мы идем обратно к тем же Пунтеолу. Давайте я вам сейчас чуть-чуть покажу. Я вам снимала, когда сюда шли? Ну, еще немножко поснимаем. Красивый городок. У меня очень приятные впечатления. Вот именно о старом городе, потому что в самой Боснии-Герцеговине мы были только в Требенье. И вот в Мастар приехали сюда, в старый город. Тут очень красиво. Сейчас мы идем к автобусу, и потом все уже потихоньку едем. Там снимать уже, честно говоря, будет не очень интересно. Поэтому я буду с вами прощаться, наверное, здесь. Спасибо вам за просмотр. Я надеюсь, вам понравился этот... Надеюсь, вам понравился этот блог. Также буду ждать ваши комментарии. Понравился ли вам этот... Точнее, понравилась ли вам эта страна? Что вы о ней думаете? Были вы здесь или не были? Мне тоже будет очень интересно почитать. Я с вами прощаюсь до завтра. Завтра у нас такой релакс-день должен быть. Мы особо никуда не планируем. Максимум прогуляться на морскую прогулку успеть в полшестого. Так будем на пляжике зависать. Так что прощаюсь до завтра. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok